добрый вечер всем если вдруг торопясь завершить занятия забуду то я заранее всем желаю вот но надеюсь что я еще скажу это в конце вот а вообще у нас сегодня можно сказать прямо к саху супер юбилейное занятие 70 вот в рамках нашего курса вот она правда будет немножко укороченным потому что я участвую потом еще одном зуме вот но что успеем то успеем вот так что с этим я тоже нас поздравляю все но 70 символично вообще вот мы сегодня будем говорили о времени начала эпохи второго храма это время за рубавеля и шлоба не от садака мы в прошлый раз подробно это обсуждали вот а а сегодня сегодня мы поговорим о обезья более поздней эпохи я сейчас сразу же откроют файл был перед вашими глазами и в качестве эпиграфа процитирую отрывок из вавилонского талмуда трактата садгидрин там сказано буквально следующая в переводе на русский язык эзра был достоин того чтобы через него была дана тора израиль если бы ему его не опередил моши значит это некоторое такое принципиальное заявление что эзра равны в чем-то равновелик моши интересно как бы немножко забегая вперед я скажу что спиноза порук спиноза который был плотью от плоти еврейской религиозной традиции а потом с ней порвал как известно и был даже отлучен равенадским судом заявил в своем богословско-политическом трактате что с его точки зрения автором как торы так и всего корпуса ранних пророков является с он это пытался обосновать но но сейчас это как бы нас меньше интересует это его обоснование некоторая попытка историка филологического обоснования сегодня мало кто поддерживает такое предупреждение но само по себе утверждение что это эзра возможно отчасти проистекает из знакомства спинозы с еврейской традиции которая как я уже искал сравнивает эзру с моши причем делается это при помощи здесь вот делается это при помощи того что называется в винистической герменевтики принципом гзера шава то есть аналогия по повторяющемуся слову в двух разных стихах вот это вот здесь можно наблюдать по поводу моши сказано книги исходов книги шмот у моши алла аль хайлухим а по поводу эзры в отношении их обоих употребляется глагол алла поднялся на этом основании текст алмуда их между собой сравнивает и говорит как алия случае моши подъем вознесения в случае моши подразумевалась получения торы так и вознесения в случае с эзрой подразумевает получение торами об этом будем говорить дальше еще он говорит такую вещь талмуд по поводу моши сказано в книге дворим меня мне заповедал господь в то время обучать вас законам и уставам а по поводу эзра сказано в книге эзра ки эзра и хин леваво лидрош эт торат адуна и лохав вела асот у лиламет бы исраэль хоку мишпат изра приготовил буквально свое сердце взыскать который господний а кто-то может быть скажет что это можно попытаться понять уже исходя из более позднего ровнистического слова употребления толковать тору господню а также исполнять и обучать израиль закону и устав на то есть те же самые словах у киу мишпатим лиламет киу мишпатим в случае мошэ и лиламет хоку мишпат в случае эзр то есть талмудыными словами сравнивает эзру с мошэ делает их фактически равновеликими и мы постараемся понять из дальнейшего обсуждения почему что не успеем сегодня то сделаем после песоха но для начала я решил на всякий случай привести здесь некую таблицу персидской династии ахименидов нас тут не все будут интересовать нас где мы собственно мы помним кира второго на который и было основателем этой не то чтобы династии но империи вот мы упоминали его сына камбиса или камбиза мы в прошлый раз подробно говорили об эпохе дарья именно в эту эпоху и действовали зрубовель и ушел об и нью садат а сегодня мы поговорим об эпохе ксеркса 1 и артак сердца 1 теперь тут надо иметь в виду что как бы некоторые пропорции мы оцениваем то что происходит с точки зрения взаимоотношений этих царей с евреями и с провинцией иудеи земле израиль это понятно потому что это собственно говоря то что нас здесь интересует еврейская история но мы должны конечно же понимать что еврейская история которая была частью истории в тот момент частью истории персидской империи ну по крайней мере в глазах самих персов не являлась чем-то центральным и хотя талмуд в трактате могила рассказывать нам о том что персидские цари считали годы окончания еврейского изгнания 70 лет ирмиял и значит страшно этого боялись вот это конечно такая красивая легенда а на самом-то деле основными основным аспектом деятельности этих царей было создать прочную власть и глава собственно кто бросал вызов этой власти это были три народа три очага с которой это с одной стороны египет другой стороны вавилон и с третьей стороны чуть позднее вот начиная с дарья греки вот поэтому если например читать геродота его историю то как бы вот он пишет в основном об этом он практически не упоминает евреев сами персидские хроники текста которые до нас дошли не упоминают евреев как на специфическом ну в самом деле евреи не в тот период времени против персидских царей судя по всему не бунтовали если не считать вот того загадочного эпизода который мы обсуждали в прошлый раз с другом возможно какие-то мессианские поползновения которые были задавлены в зародыше судя по всему вот но повторяю мы когда будем говорить об этой эпохе мы главным образом будем фокусироваться именно на том как эта эпоха была связана с еврейской истории того времени и начнем мы с ксеркса на еще до эзер значит ксеркс которого принято в основном отождествлять с царем ахашвирошем хотя и есть те кто полагает что ахашвирош то скорее как раз артаксеркс так он переведен на самом деле все кто агенте карта ксеркс вот но но большинство сегодняшних историков и комментаторов библейских текстов считают что ахашвирош так сердце по всем признакам а потому что явно то то о чем то что рассказывается про артаксеркса связано с другим именем на иврите арка или на арамейском артах шаста так вот что касается ксеркса у нас нет никаких на самом деле достоверных более или менее достоверных свидетельств того что происходило при нем с евреями а он про правил больше 20 лет он воцарился в 486 году а умер был убит в результате заговора 464 году на то есть он правил 22 года и и все что говорится на эту тему один коротенький стих книги эзвы у ва малхута хашвирош бит хилат малхута катвусит на аль юшвей иуда вырушала им и в царствованиях хашвироша в начале его царствования писали доносы на жителей иуды иерусалима те самые противники восстановления храма и восстановление какой-то восстановление иерусалима восстановление еврейской независимости в каких-то ограниченных формах то о чем рассказывается вообще в книге эзы но по поводу ксеркса хашвироша вот только этот единственный стих это все что у нас есть плюс конечно у нас есть мегират эстер но мегират эстер который который мы еще будем говорить степень ее исторической достоверности весьма весьма проблематично в какой степени можно сопоставить то что рассказывается в мегират эстер с тем что говорится в этом кратком стихе трудно оценить здесь не говорится об евреях персии здесь говорится как раз о евреях живущих людей иерусалиме я не исключаю того что сюжет мегират эстер отчасти не полностью не целиком но отчасти как-то возник под влиянием вот этого этих свидетельств у вас этих сведений о том что во времена хашвироша писали доносы на евреев и хотя здесь говорится об евреях иудеи иерусалима это было не так сложно перенести и на евреев диаспоры на евреев персии значит поэтому бы на вопрос который задал свое время алекс у нас на самом деле нет толкового ответа а вот что происходило в этот период между зарубавелем и эзрой на период царя хашвироша потому что повторяю зарубавель действовал во времена даре а эзра действует во времена артах сердца так шасты вот и поэтому в общем у нас нет никаких достоверных сведений как я уже и сказал артаксеркс артак шаста которого называли греки длинно руки на макрохээ взошел на престол в 464 году в результате того что к сердцу был убит во во время заговора которым как никто и полагает артаксеркс его младший сын сам участвовал прямых доказательств нет но есть предположение и вот процесс приходит в власти он царствует очень долго подобно своему отцу к сердцу в основном он занимается тем что ведет войны с греками переменным успехом с одной стороны мощь персидской империи абсолютно несравнима с греческой военной машины того времени до появления александра но греки грекам удается очень часто под влиянием разных обстоятельств иногда природных иногда просто личного мужества знаменитая история о царе леваниде при фермопилах а иногда под влиянием того что им удается завести персидское царство ловушку персидскую армию в ловушку почему удается нанести довольно значительный урон персидской армии во времена артаксеркса в результате происходят переговоры мирные переговоры это чем-то напоминает удивительным образом будущую хасмонейскую историю на меатим беядра рабим беяд меатим многих отдал в руки малых там силы еврейской народной армии под руководством иуды макавея были совершенно несопоставимы силами селевкидской армии тем не менее удалось удалось нанести им существенное поражение и заставить их пойти на мирные переговоры и вот любопытным образом задолго до этого то же самое происходит между персами и греками вот это то что рассказывается и аксерксе артаксерксе вот она совсем другое рассказывается в наших источниках вот наших источников рассказывается совсем иное что же рассказывается в наших источниках что во времена артаксеркса царя персии эзра а также люди которые присоединились к нему пришли землю израиля из вавилона все это происходит как говорится следующем стихе на седьмом году царствования артаксеркса напоминаю если артаксеркс воцарился в 464 году то соответственно мы можем датировать приходы эзры землю израиля в 457 годом до новой эры а вот тогда эзра появляется земле израиля и он характеризуется здесь как софер магир бетурат мошэ ашер натан адуна и луга и сраэль а значит самого начала эзра представлен здесь как человек который хорошо понимает в торе мошэ софер магир можно это понять как писец а можно это понять и более расширительно как человек который но это будет вот видно из дальнейшего как человек который действительно несет этот текст народу на получается что текст торы это мы увидим дальнейшем в известном смысле был принесен эзрой из вавилона при этом одновременно царь артакшаста артаксеркс наделяет эзру в соответствии с его просьбой большими полномочиями значит вот они выходят из персии в направлении иерусалима приходят в иерусалим в пятый месяц седьмого года царствования артаксеркса это собственно говоря месяц разрушения храма символический приход на тот самый месяц который произошло разрушение и изгнание в этот самый месяц происходит и возвращение эзры а начале первого месяца а бейхад на ходы шаришон то есть судя по всему уже это на самом деле не очень ясно зависит от того как понимать это выражение и суд гамала но видимо исходя из контекста движение началось в первый месяц то есть месяц миссан опять же символическое очень обозначение то есть месяц избавления в тот месяц когда евреи свое время выходили из египта здесь можно уже найти некоторую линию сопоставления эзры с муше на что в первый месяц выходят в пятый месяц приходит и вот этот стих который цитировал талмуд 10 стих ибо эзра приуготовил сердце свое дабы взыскать толковать тору господню исполнять и обучать израиля закону и уставу дальше текст переходит на арамейский язык а он цитирует он цитирует некое слание которое передал артаксеркс эзы оно пишется на арамейском языке значит тут как бы есть две возможности поскольку текст про эзру начинается с иврита мы уже наблюдали что в книге эзры тексты перемежаются то иврита арамейский возможно что здесь есть некоторое стремление показать что происходит возвращение и к родному языку что эзра мы увидим особенно случаи соратника эзра чуть более позднего нехемии как бы вот это возрождение языка становится некоторой аджендой вот но когда речь идет о послании царя то тогда переходит на армейский язык было имело ли место такое послание мы не знаем возможно что это стилизация да персидский царь должен дать послание эзы на армейском языке на языке межнационального общения это послание наделяет эзру исключительными полномочиями надо говорится так артах шаста царь царей эзре священнику без пису торы бога небес я даю указ согласно которому всякие в моем царствование принадлежащих народу израиля священники левиты могут идти в иерусалим с тобой ты послан царем и его советниками проверить положение в иудее иерусалиме с торой который с торой бога которая в твоих руках значит в какой мере можно приписать артаксерцу такое такую заботу о торе о законе бога трудно сказать на как бы мы видели что книга эзры и киру корышу приписывала утверждение что он является посланником бога израиля так что и здесь возможно есть нечто подобное значит дальше уже как бы подобности более технические хотя тоже довольно значительные и впечатляющие эзре получает поручается отвести серебро и золото которое царь и его советники пожертвовали на иерусалимский храм а также все серебро и золото которое эзра соберет по всей стране здесь называется бавель хотя на самом деле конечно имеется ввиду персия все кто пожертвует богу на храм бога в иерусалиме и ты на эти деньги говорит купи всевозможных жертвенных животных а и принеси жертву в храме бога вашего в иерусалиме а все остальное золото и серебро которые у вас есть вы можете делать с ним все что хотите и дальше перечисляются довольно значительные размеры этих пожертвований они достигают там весьма больших весьма больших цифр насколько это реалистическая реалистичная деталь трудно сказать там 100 талантов серебра 100 100 коров пшеницы 100 батов вина 100 батов масла соли без счета так тут написано на то есть как бы такие явно на мой взгляд здесь явное такое явная склонность гиперболи преувеличением вот и все это как тут говорится все что попросит эзра священник немедленно должно быть исполнен то есть согласно этому тексту эзра наделяется какими-то совершенно непропорциональными полномочиями далее он говорит обращаясь самому эзель 25 стихе ты же эзра по мудрости бога которая есть в тебе ты можешь назначить или назначь судьи который бы судили весь народ в заречи на то есть бэвер она бавар хана бэвер анагар то есть за эфратом все которые будут знать законы бога твоего и те которые а те которые не знают те которые не те которые не исполняют и те кто не знают вы их должны обучать а те кто не хотят исполнять тех следует немедленно наказывать за эти преступления после всего этого послания снова текст переходит на иврит и говорит от имени эзра как опять же в какой мере можно утверждать что действительно текст созданный самим эзрой сказать трудно иногда текст о нем говорит в третьем лице иногда в первом лице вот здесь вот как бы благословение барух адуна и луга его тайну ашер на танк азот благословен господь бог отцов наших который вложил в сердце царя все это чтобы прославить дом господа который в Иерусалиме ваалай гита хесед левна мэлэх вьюо ацад улэхол сарэй хаммэлэх гиборим ваанит хазакти ки-яда донай элогрей алэй бэкбеца мэйсраээль рашим лаалот ими ко мне же прость была простерта от царя милость и я усилился благодаря руки господа которая была на мне и собрал израиль с тем чтобы идти вместе со мной а то есть вполне возможно что талмуд действительно угадывает между строк то что этот текст хочет нам сказать что изра действительно совершает нечто подобное тому что совершил муше муше вывел евреев из египта а эзра в каком-то смысле выводит их сейчас из вавилона из персии этого недостаточно потому что мы сказали бы ну в конце концов изру бабель тоже выводил и шешба цар выводил дело в том что как мы увидим дальше эзра дарует тору также точно как делает это муше то есть есть вполне реальное сходство в восьмой главе которая которая написана иврите рассказывается о том что по дороге в иерусалим вся эта группа исхода останавливается у некой реки под названием ахова мы не знаем что это за река находятся там они три дня эзра изучает народ обнаруживает что не достает левитов и он тогда специально посылает с тем чтобы левиты появились чтобы их прислали чтобы они пришли и дополнили тех кто выходит это тоже существенная деталь которая может связать эзру с муше потому что муше был в первую очередь левитом и левиты в каком-то смысле составляли его такую гвардию в истории золотым тельцом например они под руководством муше наказывают согрешивших также точно и эзра дает левитам повеление вот и рассказывается о том как они были приведены а еще за устраивает пост пост на этой самой реке значит и опять же хотя чтобы пост нам не рассказывается о том что муше специально объявляет пост но мы помним во первых о том что муше при получении торы говорится о том что он 40 дней ничего не ел и не пил а кроме того пост всегда сопряжен с молитвами а как тут сказано либо что мы постились тем чтобы просить у господа чтобы путь наш был прям и в этом смысле это вполне может напомнить молитвы муше о том чтобы бог шел перед израилем и не оставлял значит я не буду сейчас вникать во все подробности того что здесь рассказывается в этом тексте здесь дальше объясняется что в соответствии с полученными полномочиями он действительно занимался тем чтобы пожертвовать храму все то что было получено от царя и его советников все это было сделано взвешено и после этого они трогаются от реки вот в первый месяц тем чтобы двигаться в иерусалим рука божья была на нас и бог спасал нас от всякого врага опять же деталь которая может напомнить нам историю исхода из египта и придя в иерусалим мы там находились три дня а на четвертый день мы исполнили то что нужно было сделать пожертвовали в храм и и тут перечисляется сколь какова была величина этих пожертвований здесь я как бы во первых сделаю маленький итог да мы можем увидеть по что нарратив не сравнивает эзрус муше прямо но можно увидеть здесь некоторые намеки на скотство того что происходило во времена муше и того что происходит во времена эзры а кроме того прямая связь между муше и эзры состоит в том что эзра объявлен тем кто несет в народ тору муше и здесь мы отойдем от того что сказано в книги эзры еще не вернемся не сегодня правда и обратимся книги на хэммии книга на хэммия строена еще более причудливым образом чем книга эзры в основном там действительно рассказывается о деятельности самого на хэммии но там есть несколько вставочных глав которые отходят истории на хэммии и в центре как раз находится эзра вот одна из этих глав это глава восьмая хочу представить ее на ваше рассмотрение тут сказано так и собрался весь народ перед водяными воротами и сказали эзры пису принести книгу торы муше которую заповедал господь израиль и эзра приносит эту туру это эту книгу перед обществом и все собираются в первый день седьмого месяца заметьте что это месяц тишней роша шана и если вспомнить о том что будет дальше это суккот шмини а цели по нашей традиции как раз цикл чтения торы завершается в это время то есть не случайно то что именно в седьмой месяц происходит чтение торы и вот говорится что изра читал перед народом тору с утра и до середины дня сколько он читал мы не знаем трудно себе представить что всю тору эти книжья можно было так быстро прочесть то есть все по всей видимости это была какая-то часть но исходя из разного рода мы об этом следующий раз будем говорить исходя из разного рода аллюзий на текстуры можно увидеть что судя по всему это было то время когда формировался корпус пятикнижья потому что аллюзии есть из книгах эзры на хэме практически на все пять книг тур вот изра встает на возвышение и и рядом с ним левиты которые ему были нужны как раз вот для этой цели чтобы толковать тору нести ее народ он открывает тору перед глазами народа и весь народ встает изра благословляет бога весь народ отвечает аминь поднимая руку написано дымоли дым современном в рите это означает нечто совсем негативное связанная с нацистской германии но здесь просто поднимают руки в знак оказание почести эзры и богу все кланяются и левиты они перечисляются по именам объясняют народу закон объясняют народу тору мы веним это амнатора читают книгу тор и бога как тут сказано мефораж вы сомс цехель в ярвину в микро они не просто читали они объясняли что значит объясняли мы на самом деле не знаем возможно переводили на армейский язык понятные людям а возможно действительно толковали да и не знаю успеем ли мы сегодня об этом поговорить но по сути дела как бы можно здесь заявить о начале того что мы называем устной традиции а вот устная тора она здесь что называется задокументирована вот этот момент начала устной традиции толкования торы которая приписывается здесь как раз эзре и левитам который рядом с ними народ плачет то ли от радости то ли от пережитых травм но во всяком случае и эзра и присутствующие здесь нехемия и левиты обращаются к нам говорят не плачьте а возможно они плакали от того что слышали те слова торы в которых есть проклятие да например у них дворим он сказал им ешьте и пейте посылайте друг другу дары ибо это день радости святой день день радости господь ваша крепость и народ действительно идет есть и пить посылать друг другу подарки немножко напоминает пуримскую такую атмосферу большая радость ибо они поняли те вещи которые им объявили а дальше рассказывается о праздновании суккота это как бы отдельная история празднования суккота тоже большая радость связанная с этим говорится здесь что не было такого сукку празднования со времен иошуа беннуна это вообще любимая форма уже дефицит на мистической литературе сказать что некий праздник таков что и вот не было то ли со времен судей то ли со времен шумуэля вот то ли со времен иошуа беннуна что-то совершенно ни с чем не сравнимое как во время исхода из египта да это опять же как бы в чем-то в образе эзра и нехемии воссоздаются образы мушей иошуа мы по поводу нехемии мы это увидим в дальнейшем когда будем говорить о его деятельности которая носила достаточно воинственный характер вот и в этом смысле в чем-то он напоминает иошуа эзра муши и читали тору божью с первого дня до последнего дня праздновать суккот а восьмой день ацерыт камешпат а тут явно цитируется книговая икра книговая икра которая упоминает праздник шмини ацерыт любопытно это я отмечу в скобках что можно понять из этого текста что когда они делали суккот то есть шалаши они делали их из того что мы называем четыре вида они тут не совсем четыре но во всяком случае то что мы соответствии с раввинистической еврейской традиции поднимаем в праздник суккоты как бы качаем из стороны в сторону символический акт здесь возможно это понять так что из этих растений делали сами шалаши так в крайней мере поняли это самаритяне потому что как мы знаем самаритяне ранее частично делают свои шалаши вот как раз вот из этих растений это все завершается тем что говорится что 24 день этого месяца собрались сыновья израиля и устроили опять пост чтобы отделиться от всех инородцев и стали исповедовались во всех своих грехах и снова читали книгу торы божьей четверть дня а четверть дня исповедовались своих грехах и кланялись господу богу что касается отделения от инородцев это отдельная тема которой мы будем говорить далее но сейчас перед тем чтобы дать вам возможность задать вопросы я снова обращаю ваше внимание этот текст который мы сейчас прочли фактически я повторю это снова фиксирую ту точку когда началось устное толкование то не то чтобы его не могло быть раньше вполне возможно было и мы видим что в самом танахи и до книги эзра и на фемии можно найти толкование более ранних текстов более поздними текстами об этом много писалось в исследовании танаха в частности такими исследователями как михаил фишбейн в америке или ирзакович в израиле вот но для нас важна именно нарративная деталь да вот что делает эзра и левиты они читают и объясняют тору нигде до сих пор так такого нет когда например царь йошия заключает завет над книгой торы с народом видимо на книгой дворим он заключает завет нигде не говорится что он объясняет там читается текст но никто не говорит что его объясняют а здесь его объясняют и хотя глагол дорож который сегодня мы понимаем как толковать возможно в книге эзры применение кезри обозначает не обязательно толкование а то что он взыскал искал хотел заниматься книгой торы в любом случае эзра предстает перед нами как тот кто фактически стоит у истоков этого движения толкования торы если угодно устного закона мы это и дальше увидим с вами поэтому он действительно в каком-то смысле равновелит муше муше принес письменную тору трактать а вот говорится о том что он и устную тору передал дальше как сказать по эстафете передал юршуа стареечным и так далее пророком вот и так она дошла до раввинистической традиции вот но в самом-то нахи похоже у истоков здесь стоит эзра другие тексты раввинистические говорят о том что эзра был одним из основателей так называемого великого собрания которая упоминается в раввинистических источниках неоднократно которое дало название сегодняшнему израильскому парламенту к несету по поводу которого ведется множество споров множество споров реальное ли это было реальный ли это был институт когда если он был реальным то какой характер он имел это было нечто постоянно действующие или временами собирающиеся когда он начал и когда закончил свою деятельность но любопытно опять же что еврейская традиция связывает с именем эзры создание института одной из главных форм деятельности которого было галактическая галактические галактическая деятельность да вот создание закона толкование тор и заключение я хочу привести слова похоже одного из современников эзры инхэми последний из пророков в танахи чье имя судя по всему пропало на он называется странным именем малахи никто больше в танахи этим именем не называется и предполагается что это на самом деле не имя неправильно понятая аббревиатура малах йод то есть посланник господа но это в конце книги этого пророка появляется такое заявление которое очень коррелирует с тем что мы сейчас прошли те же слова которые мы видели законы и уставы помните тору моши раба моего которого я заповедал которому я заповедал на хореве на хореве в синае всему израилю законы и устава начинается эпоха торы кончается эпоха пророков пророки появится конце времен перед днем господа великими страшным лифный бой омадуная году льва нора явится снова пророк или я у который согласно книги царе не умер а вознесся в небеса здесь собственно говоря фиксируется впервые традиция в этой книге малахи что или я у должен вернуться или я у которому специально наливаем стакан в песах во время седора открываем дверь ждем его чтобы он пришел и возвестил начало мессианской эпохи мы время у нас вышло в общем и поэтому мы вернемся к этому тексту еще раз но вот это соотношение пророчества и торы это тот вопрос которого мы начнем следующий раз мы привыкли говорить о том что пророки как бы последуют торе но судя по всему исторически это было несколько иначе а вот мы в следующий раз чуть-чуть поговорим сначала до того чтобы вернуться к эзре и поговорить о его деятельности связанные со смешанными браками мы немного поговорим о том каких взаимоотношениях находится действительно пророческая литература и литература тора здесь я поставлю точки если у вас есть вопросы то самое время их задать немножко задержался но пожалуйста да есть вопрос если можно я сюда пропустил видно кто написал этот текст об эзре и когда это вопрос на который нет ответа кто написал текст об эзре как то есть когда мы можем примерно до боюсь это очень трудная задача когда опять же книга эзре составная это не монолит но судя по всему можно сказать так что она была создана где-то во второй половине пятого века до новой эры то есть более-менее по следам описываемых событий и ею пользуется очевидно автор книги хроник автор древлея мимча книга создается в первой половине четвертого века то есть это тот вот как бы тот временной промежуток то есть это как раз когда происходили все эти события да то есть ну по следам этих событий более-менее событий но у меня просто как бы вот после многих наших уроков как бы созрела такая вот мысль извиняюсь что собственно говоря все эти книги конечно пишут к коины вот и совершенно не случайно начиная старые кончая продолжение всех этих историй которые описываются в книгах разных всегда мы видим что есть какая-то задержка да то есть описывается типа события которые почему я думаю что это так то есть коины больше всех заинтересованы и в том чтобы соблюдали тору потому что они ну так грубо говоря да я извиняюсь это грубо но они и материально заинтересованы да то есть они как бы проповедуя тору вот так как я дал маше и все что там написано вот это они как бы тем более если еще говорить что как бы царя они очень-то приветствуют ставить вот то есть они реальные властители фактически и заинтересованные значит каска такая которая в общем-то владеет всеми этими значит и письмом и изложению все то есть я я хочу сказать что это просто как бы получается что они призывают народ как бы соблюдать тору мы видим что повторяется кстати толкование в самой торе уже есть то что вы сказали я я согласен то есть маше приносит устную тору вот так что тут как бы принципиально нового ничего нет но вот постоянно вернуть да я я не убежден что про всех не можно сказать что за ними стоят куани за некоторыми стоят к они судя по всему действительно и многие тексты которые носят законодательный характер вполне вероятно что станет Thank you any не обязательно что за текстами и носящими пророчественный характер SoIT куань не обязательно что за всем дифтероний стическим корпусом стоит куань есть это более сложная проблема чем то что вы описываете вообще проблема авторства библейский книг Это совершенно отдельная тема, очень непростая, которая требует отдельного совершенно разбирательства. Я думаю, что как бы заключительное занятие курса, когда мы подойдем к нему через некоторое время, будет посвящено действительно вот этой всей проблеме, которую вы поднимаете. Действительно, как писал Сатанах, кто стоит за этими книгами, мы об этом специально поговорим. Я, к сожалению, должен завершать, потому что у меня буквально через 3 минуты другой зум. И я прошу прощения, если кто-то еще хотел задать вопрос и не смог, но вы можете эти вопросы свои сохранить. Что-что, Дехама? Я хотела кратко очень добавление. Все, мне нет возражений, но я когда-то слушала лекции Пинхаса Менделя, и он подчеркивал, что то, что мы понимаем под понятием дроша в Талмуде, это сильно отличается от того, что имел в виду Эзра и начинается гораздо позже. То есть вскрытие такой стихов, чтобы вытащить оттуда спрятанную какую-то информацию, тогда этого не было во времена Эзра. То есть это тоже как бы часть устной тары, но совсем другая часть. Я согласен с одной стороны, в том смысле, что действительно в той форме, которой нам Медраж знаком, по раввинистической традиции, такого, судя по всему, не было. Однако, как мы увидим в следующий раз, вторая часть занятия будет посвящена дилемме смешанных браков, мы увидим, что Эзра действительно занимается некоторой деятельностью по толкованию стихов. Мы это увидим. Это не совсем то же самое, что делают мудрецы Талмуда. И я согласен с тем, что я, собственно, оговорился и сказал, что я не убежден в том, и более того, наверное, глагол дорож имеет здесь другое значение, исход, значение искать. Но это, как бы, опять же, некоторый предэтап. Предэтап. Спасибо. Ну, хорошо. Я еще раз всех поздравляю с праздником Песах. Если у кого-то остались вопросы, то либо их можно задать письменно, либо просто в начале следующего занятия их задать. Спасибо. До свидания. Я всех благодарю за праздник. Песах Самэх. Песах Самэх. Завтра у нас еще будет занятие доктора Леницы, но тот, кто не будет, Песах... Кашер Весамэх. Яна. Все. Всем счастливо. Пока. Когда занятие Леницы? Лениц завтра вечером будет специальное объявление. Завтра вечером в 6 часов. Пока. Спасибо.